Вадим Кармадонов всегда мечтал стать военным. Активист, спортсмен и успешный студент техникума в группе пожарной безопасности. На его полках нет свободного места от медалей и кубков. Но заветное военное училище в Санкт-Петербурге в этом году поступить не удалось. «В общем, я всё сдал, всё, что можно, но вот профотбор заводил. На профотборе было четыре группы, а я вот попал в третью группу. И на мандатной комиссии, кто был с третьей группой, тех отчислили». После неудачной попытки Вадим решил стать солдатом-срочником. В начале октября ему пришла повестка в армию. Сегодня он без страха идёт в районный военкомат. «Я считаю, что каждый мужчина должен отдать долг родине, потому что это престижно и даёт в дальнейшую путёвку в жизнь». Первая отправка призывников – 8 ноября. Позже с периодичностью в 2-3 дня будущие солдаты вылетят в распределительный пункт города Якутска. Всего на осенний призыв запланировано пять отправок. «Призывная кампания у нас началась с 1 октября этого года. Вызывается на призывные комиссии у нас 148 человек. План по призыву у нас 54 человека. Уже призвано. По итогам прошедших призывных комиссий – 25 человек». Районный план по призыву в этом году на 12 ребят больше, чем в прошлом. Но что отрадно, нынешние призывники охотно проходят комиссию. Служба в армии только добавит престижа в будущем. «В 2015 году гражданам, которые не отслужили вооружённых сил, не имея на то законных оснований, вместо военного билета будут выдаваться справки. И, соответственно, будут проблемы у них с трудоустройством на работе». По новым правилам абсолютно любой новобранец может призваться по контракту и, отслужив более трёх лет, получить квартиру в любом городе России с ипотечной выплатой за счёт государства. Такие перспективы делают службу в армии популярной среди молодёжи. Дмитрий Вильчевский, Руслан Кириллов, телеканал «Алмазный край».